Дмитрий Ильич, следят ли в Украине за расследованиями про российского президента? Их у нас было немало за последние несколько недель. Вы имеете в виду про дочку, да, третью? И не только, там и про Ковальчука, у проекта вообще целая серия расследований. В Украине вообще важно, кто такой мистер Путин? Вы знаете, какие вы смелые вопросы задаете. Вам нагоняй будет, я думаю, потом. Думаете? Нет? Ну, посмотрим. Если встретимся, еще в эфире, значит, не было ничего, значит, все в порядке. Вы прекратите. Следят, конечно, но не так пристально, как можно предположить. Для нас давно понятно, кто такой Путин. И любой скандал плюс-минус не имеет никакого уже значения. Для всех людей, которые любят свою страну, Украину, свою родину, Путин враг. Это человек, который привел к нам российские войска с оружием, которые нас уничтожали. Поэтому плюс одна история, минус одна история, это не имеет никакого значения. Вы, в частности, брали большое-большое интервью у очень известного в последнее время политолога, у Валерия Соловья, который сейчас, к сожалению, находится под арестом. Вы его разгадали для себя, кто такой Валерий Соловей? И вот, в частности, он тоже много всего интересного рассказывает про Владимира Путина. Разгадал ли я для себя, кто такой Валерий Соловей? Да. Могу ли я ответить на вопрос, кто он, который последует и последовал? Нет. Почему? Тоже не отвечу на этот вопрос. Не могу. Я с вами предельно честен, не могу отвечать на этот вопрос. Хорошо. Вы хотя бы скажете, это политические у вас причины или, может, личная договоренность с Валерием Дмитриевичем? Нет. Политических причин никаких нет. Личная договоренность тоже. Это мой прагматичный подход к будущим интервью с Валерием Соловьем.